18 декабря в актовом зале городской администрации состоялось совещание, инициированное Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан с представителями муниципальных образований, входящих в зоны Северный 1 и Северный 2 системы обращения с отходами. В работе собрания приняли участие министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Набиулла Карачаев, глава города Хасавюр Зайнудин Акмазов, первый заместитель глава администрации Кургули Кургулиев, представители муниципальных образований и руководители региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. По этим двум зонам у нас победитель один – Даг, Эко, Сити. Эта компания имеет опыт работы по твёрдым коммунальным отходам. Они этой работой занимаются в Осетии уже давно. Они подали свои документы на конкурс, выиграли этот конкурс. И 1 января 2019 года приступают к этой работе. Эта деятельность лицензируется. И кроме региооператора вопросами сбора мусора, транспортировки мусора, обработки мусора, переработки мусора никто не имеет права заниматься кроме них. Государство решило сделать так, что эти полномочия передать предпринимателям. Предприниматели должны утвердить свой тариф. Они документы уже подали на утверждение тарифа по этим зонам. Тариф будет утвержден до 25 декабря. И эти все вопросы находятся на контроле у Васильева Владимира Абдулевича, главы республики. Я ему докладывал об этом на Совете безопасности. И для того, чтобы приступить к этой работе, мы очень много работы провели. Мы на территории республики Дагестан определили два полигона. Четвертый класс опасности. Это город Кизляш и город Избирбаш. Не было бы полигонов, но мы бы не могли бы приступить к этой работе. Мы дошли до министра природных ресурсов Российской Федерации, чтобы наши два объекта включили ГРО. В ходе своего выступления Набилла Карачаев отметил, что с 1 января 2019 года заработает новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществлять которую будут региональные операторы на территории всей республики. График реализации проекта очень сложный и плотный. Всю работу по сбору, вывозу, обработке отходов будет теперь осуществлять региональный оператор, сказал Карачаев. В продолжении встречи руководитель ДАГ Эко-Сити Рустам Козырев ответил на вопросы присутствующих. Все ясно, но я думаю, что по ходу работы регионального оператора вопросы будут возникать, и мы думаем, что будем решать. Наверное, вопрос я хочу задать вот Рустам вам. Значит, уборка города, нашего города Козырева, начинается в половине пятого утра. Этот график сохраняется? Конечно. То есть вы будете уже начинать работу, и уборка мусора в городе начнется в половине пятого. Уже определимся с местом нашего нахождения здесь, и будем изучать непосредственно, как вы работаете. Может быть, мы что-то подскажем, может быть, наоборот, скажем, что здесь настолько все хорошо убирается, что будем оставлять так, как есть на самом деле. Поэтому изучить надо то, что сейчас делается в вашем городе, и если мы что-то сможем добавить, я не буду добавлять. В свою очередь, первый заместитель главы администрации Коргулей Коргулев, курирующий коммунальный блок, отметил, что город готов к взаимодействию и оказанию любой помощи по реализации программы. Администрации города Хосевюрт было предложено Министерству природных ресурсов и экологии Республики Дагестан включить в федеральную программу «Чистая планета» территорию несанкционированной свалки общей площадью 17 гектаров.